Я предлагаю к нашему разговору подключить нашу коллегу Татьяну Павловичу, которая находится с кинологом сейчас, и которая эту тему как раз готова тоже обсудить и раскрыть, и нас поддержать. Таня, доброе утро. Нельзя. Доброе утро. Ну вот я приветствую в нашем прямом эфире вас вместе с Руной. Руна, дай лапу, дай лапу. Молодец, еще раз. Молодец, Руна. Вот, как видите, Руна не боится ни меня, ни своих сородичей, ни громких звуков, фейерверков. Это такие частые фобии, которые могут возникать у некоторых собак, но у Руны их нет. Мы поговорим о некоторых технологиях, которые помогут справляться вот с такими страхами с кинологом Анной Семенковой. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, какая же самая популярная технология по борьбе с фобией? Ну, не то чтобы борьба. На самом деле, самая популярная техника, которую мы рассказываем в школах, и не только в наших, это техника LED, которая позволяет нам похвалить собаку до того момента, когда она начала уже впадать в панику и лаять или там чего-то бояться. Это работает не только со страхами, это работает также и с агрессией. Важно очень эту технику проходить именно с инструктором. Там очень много разных нюансов, и самим по интернету лучше ее не учить. А вот какая у нас есть еще иная возможность как-нибудь, например, отвлечь питомца? Можешь нам Руна что-нибудь показать? Есть, да. Если у собаки, допустим, страх перед какими-то предметами на улице, мы можем взять... Руна! Иди сюда! Мы можем взять предмет знакомой собаки и научить ее обнюхивать этот предмет, знакомиться с ним. Руна, давайте попробуем. Нюхай! 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 Ис, молодец! Что я сейчас сделала? Я сейчас показала собаке не пугающий ее предмет и похвалила за то, что она его понюхала. Нарабатывая такую практику, мы можем собаку приучить к тому, что если я тебя направляю на какой-то предмет, он не страшный, он не взорвется, он тебя не покусает, и ты спокойно можешь к этому относиться. Допустим, собака подходит к шуршащему пакету, она насторожилась, но слышит знакомую команду, ее это успокаивает, она знает, что будет дальше, и вот эта предсказуемость убирает у нас страхи перед такими предметами. А вот что можно посоветовать в случае, если собака боится своих сородичей? Если собака боится своих сородичей, опять же, это очень обширная тема, да, то есть страхи могут быть разные. Если это не сильно пало, так скажем, да, в душу, и вот прям мы можем с этим работать. В нашей школе мы подбираем группу лояльных собак, которые не напугают, не нападут, и продолжаем работать знакомые собакам команды, да, но на фоне других собак. То есть вот они привыкают к тому, что собачки тоже чего-то могут делать, и они не обязательно должны меня съесть. Да, Анна, спасибо вам большое, но я, конечно, еще добавлю, что поскольку каждый питомец уникален и неповторим, нужно, конечно, разрабатывать свою технологию лучше со специалистом, действительно, поработать с собакой уже в индивидуальном порядке, чтобы понять, что лучше подходит. Спасибо большое, Татьяна Павловича у нас связи. Спасибо, Татьяна Павловича.